В истории человечества много эпох. Промышленная, сельскохозяйственная и другие. Нашу принято называть информационной, ибо информация решает все. С ее помощью можно устраивать революции и влиять на умы миллиардов. Ну или зарабатывать на них деньги. Ибо маркетологи с помощью информации стараются продавать нам зачастую ненужные товары. И лишь немногие знают, что от этого легко защититься. Допустим, вам нужен телевизор. Не потеряться в рекламе и громких слоганах легко. Достаточно просто зайти на Е-каталог и выбрать необходимые параметры. Портал тут же покажет подходящие модели. И не просто покажет, а проанализирует цены, показав, в каком магазине модель можно купить дешевле всего. А заодно проверить, не является ли цена обманом, используя функцию проверки динамики цен. Ну а затем модели можно сравнивать между собой, сверять их характеристики и, конечно же, читать отзывы. Ведь Е-каталог независим. И все, что здесь написано, принадлежит реальным людям и владельцам товара. Речь не только о телевизорах. По схожей схеме можно выбрать любой девайс, будь то телефон или игровая приставка. Е-каталог с радостью выступит в роли разбирающегося в технике друга. И мы советуем перейти по ссылке в описании, чтобы убедиться во всем лично. Разведка Разведка – дело увлекательное. Не зря фильмы о шпионах собирают бешеные деньги в кинотеатрах. А все главные герои становятся кумирами публики. Постоянная жизнь на грани и маневры в мире секретов и тайн требуют невероятных личностных и профессиональных качеств. Хорошие разведчики ими обладают. Но сегодня мы поговорим об одном из лучших в истории. Если конкретнее проживем один день из жизни такого парня, в конце ролика, раскрыв его имя и дополнив историю, будет очень интересно. Встречайте, Тони Кросс – советский шпион. Имя действительно немецкое, и это неудивительно. Шпионы редко работают на страну, в которой родились. Чаще все наоборот. Расстроенный политикой родины, человек выбирает государство согласно своим идеалам и начинает ему помогать. Наш Тони как раз такой случай. Родился парень в Российской империи, но мигрировал в Германию вместе с родителями. А позже прошел всю Первую мировую, сражаясь на стороне немцев. Расстроенный поражением и политическим курсом страны, наш Кросс проникся идеями коммунистов и выбрал работу журналиста, чтобы нести эти идеи в массы. Это, само собой, привело к поездкам в Москву, симпатии к СССР и к получению гражданства. В итоге, обладающий прекрасными талантами публициста и манипулятора, Тони стал шпионом. Кросс поработал в СССР, Китае и Азии, но наш день в его жизни начинается 15 июня 1941 года в Токио. Именно туда Кросс был направлен в 1933 году и все эти годы создавал масштабную сеть контактов, умудряясь дружить со всеми. На дворе, как вы понимаете, жарко, Франция капитулировала, Третий Рейх насилует Европу, а воздух во всем мире напрягся в ожидании следующего раунда конфликта. Япония, как известно, была союзником Гитлера, и поэтому наш Тони находился на передовой разведке. Задачи просты до безумия – узнавать о планах немцев и японцев да передавать их в СССР, умудряясь остаться в живых. К счастью для их исполнения наш Кросс – идеальный кандидат. Ведь у Тони в кармане немецкий паспорт, что в Японии тех годов уважалось. А заодно позволяло получить работу в немецком посольстве. Это Кросс и сделал, начиная с внештатного советника и закончив пресс-атташе. Агентура за 8 лет работы также налажена прекрасная. Японский журналист-коммунист, с которым Тони встретился еще в Китае. Связист-немец, также коммунист, ибо, если кто забыл, их в Германии до прихода Гитлера было много. Также наш Кросс, благодаря работе в посольстве, обладает связями почти на всех уровнях японского правительства и высшего общества. Но бриллиантом в его агентуре является Ойгер Отт, генерал Третьего Рейха и текущий посол Германии в Японии. Он понятия не имеет, что работает на СССР, но всем своим могуществом обязан именно нашему Тони. Ибо Кросс 5 лет назад приметил в стажере туповатого, но исполнительного парня. И с тех пор постоянно снабжал его информацией и советами, которые помогли Отту взлететь на вершину. Советы, само собой, касались данных из СССР, которые Тони сливал. За это в советах многие считали, что Кросс работает на Третий Рейх и стал двойным агентом. Но в реальности все сложнее. Ведь как вообще выживать разведчику? День нашего Тони легким не назовешь. Проснувшись, требовалось незаметно получить свежие установки от связиста из СССР. Затем ознакомиться с делами в посольстве, в свою очередь слив пару инсайдов с родины, прикидываясь хорошим немцам. Ну а после погрузиться и в чисто японские дела, общаясь с дипломатами и чиновниками. И прикидываясь союзникам, с одной стороны узнать, планирует ли Япония нападать на СССР, а с другой любыми способами постараться внедрить Японии мысль, что это глупая затея. Опять же, сохраняя лицо и тотальную преданность Гитлеру. А учитывая, что Гитлер как раз требовал от Японии нападения на СССР, задачка не из легких. И чтобы выжить в этом аду, требовалось периодически поступать в стиле немецкого агента. Если конкретней, наш Тони снабжает посла информацией о численности войск СССР на Дальнем Востоке. А заодно и японцев, пытаясь внушить им, что война будет затяжной, и в отсутствии запасов нефти Япония выдохнется. Казалось бы, СССР должны быть в ярости от того, что их же агент сливает драгоценные данные. Но на деле, то, что Тони получает взамен, гораздо круче. Речь о секретных документах из Берлина, которые получает посол. А посол, как мы упоминали, обязан всем нашему Кроосу и является его куклой. Так что Тони без проблем читает самые секретные и персональные донесения. В них, в частности, сказано, что Третий Рейх планирует напасть на СССР буквально на днях. Само собой, наш Тони постоянно передает эти данные на родину. Но никаких действий СССР не принимает. Почему? Да потому, что Гитлер избрал хитрую политику. Во всех странах немецкие послы получали противоречивые и зачастую безумные данные. Из-за этого никто не верил донесениям разведчиков. И точно так же никто не верил, что конкретно наш Тони достиг такого уровня влияния, что получал действительно правдивые данные. А меж тем, так-то оно и было. Ведь Кроос в Японии. И Гитлер сначала вежливо, а затем в грубой форме требовал от ребят с острова нападения на СССР. И Кроос один из немногих в мире, кто понимал, что дело может обернуться катастрофой. Ведь на два фронта войну Советы не вывезут. Поэтому наш Тони решил действовать. Вместе с давним товарищем-журналистом ребята составили исчерпывающий доклад для правительства. В нем имелось два ключевых пункта. Первый, если немцы захватят Москву, то Дальний Восток и так достанется Японии без единого выстрела. Ну а второй, если японцы ввяжутся в войну, из-за угла вынырнет США, которые будут рады наложить руку на владение императора в Тихом океане. И в свою очередь Япония с ее скромными запасами нефти окажется в проигрышной войне на два фронта. Через японского друга этот доклад был передан императору. И многие, включая самих японцев, до сих пор считают, что бумага, составленная советским разведчиком, решила судьбу Второй мировой. Ведь если что, именно свежие дивизии с Дальнего Востока в итоге защитят Москву и разрушат план Барбаросса. Но это будет потом. А пока наш Тони все еще в панике пытается усидеть на трех стульях. Что осложняется фактом постоянной слежки со стороны японских спецслужб. Так уж заведено, что любой иностранец на высокой должности находится под наблюдением. А уж во времена Второй мировой тем более. За нашим кроссом постоянно следит десяток человек. Причем они спокойно могут ворваться к нему домой, чтобы проверить, чем наш парень занимается. А самое грустное в том, что уходить из наблюдения, как это делают шпионы в фильмах, в реальности-то нельзя. Ведь это мгновенно станет звоночком и разоблачит разведчика. Поэтому работает наш Тони в условиях постоянного наблюдения. И чтобы разрядить обстановку, прибегает к другому способу, который фильмы передают абсолютно верно. Этот способ – женщины. Наш кросс за годы работы в Японии создал себе образ Альфонса. И был замечен более чем с 50 дамами. С одной стороны, это помогало самому Тони расслабиться. Ну а с другой, видя бабника, японские разведчики расслаблялись. И считали, что он безобиден. А меж тем, прямо в процессе свиданий, кросс встречается с информаторами. Передает шифровки и делает кучу полезных дел. С одной из японок наш Тони даже живет. И ребята планируют сыграть свадьбу. Как это часто бывает, роман из выгодного для разведчика стал настоящим. И бедная Ханака Исия позже напишет о нашем кроссе две книги. И будет посещать его могилу до своей смерти в 2000 году. Ибо в нашем видео мы прожили день из жизни не героя-боевика, а реально существовавшего разведчика по имени Рихард Зорге. Американские, японские и немецкие специалисты спустя десятилетия назовут его лучшим шпионом столетия и человеком, конкуренции которому среди разведчиков нет. Ибо один человек смог создать огромную резидентуру и влиять как на немецкого посла, так и на самых высоких японских чиновников. Имеется куча бумаг, где Зорге до последнего предупреждала о начале военных действий Германии против СССР. Вы наверняка слышали об этой истории, но теперь знаете больше. Сталина можно понять, ибо данные от разведок из других стран говорили о противоположном. А постоянные сливы данных немцев делали Зорге потенциальным двойным агентом. Но на деле парень был настоящим героем. Чего стоит лишь эпизод, где Рихард разбился на мотоцикле, держа в кармане секретные данные. Попадя они в руки к японцам, разведчик был бы мгновенно выведен на чистую воду. Но с проломленным черепом, сломанной челюстью и страшными повреждениями, Зорге умудрился остаться в сознании, выйти на связиста, дождаться, пока он заберет документы, и лишь потом потерять сознание, попав в больницу. После этого садиться на мотоцикл Рихарду запретили. Однако работу он продолжил вести. И главный ее результат даже не в предсказании даты начала нападения Германии на СССР. Главный результат работы Зорге – это предотвращение нападения на СССР Японии. Манипуляции, доклады и игры разума с чиновниками привели к тому, что император так и не решился открыть второй фронт, чтобы помочь Гитлеру. Кто знает, как сложилась бы битва за Москву, не прими в ней участие свеженькие подкрепления с Дальнего Востока. Многие ученые склоняются к факту, что для СССР ситуация была бы неутешительной. Более того, американские историки и вовсе обвиняют Зорге в том, что именно из-за него Япония напала на Перл-Харбор. С этим тоже трудно спорить, ибо, пытаясь отвести внимание от СССР, Рихард давил именно на американцев, преподнося США врагом номер один. К сожалению, в итоге Нарушка и контрразведка Японии все же повязали Зорге осенью 1941-го. Ходят слухи, что даже на момент ареста ребята не были в курсе истинных масштабов деятельности Рихарда. Они стали известны лишь после пыток, которым бедняга подвергся в тюрьме. Однако его оставляли в живых и даже предлагали Сталину обмен на двух адмиралов. К сожалению, СССР отказали. Почти наверняка дело как раз в подозрениях о том, что Зорге двойной агент. Но многочисленные рассекреченные с тех пор документы указывают об обратном. Благодаря им Рихард получил уважение от всей планеты, включая СССР, где был отмечен званием Героя Советского Союза. К сожалению, посмертно. Ибо не получив соглашения на обмен, Зорге все же был казнен в 1944 году. До новых встреч, друзья!